Случалось ли на ваших глазах такое, чтобы чьё-то большое эго разгромили в пух и прах? Раньше я работал в фотостудии. Я не фотограф, но в основах разбираюсь. Фотограф, которому, кажется, было лет за 50, говорит мне, что оборудование, которое он взял на прокат, не работает. И начинает гневную тираду о том, что он потратил целых 25 минут времени своей аренды впустую, потому что его камера не синхронизировалась с осветительным оборудованием. И всё это на глазах у его несчастных клиентов. Лучший момент в моей жизни, пока он меня отчитывал, я подошла к оборудованию и молча подключила его к сети. Никогда не видела, чтобы взрослый мужчина так краснел. Однажды я увидел, как двое ребят, которым, наверное, было лет по 13, пытались перейти улицу. Чел на пикапе им крикнул, чтобы они убрались с дороги. Парни имели полное право переходить в этом месте и что-то сказали водителю в ответ. У того слетела крыша, он выпрыгнул из пикапа, ведя себя как упертый баран, и начал орать его пить прямо в лицо одного из ребят. И потом повернулся, чтобы накричать на второго парня. Бам, от первого пацана прилетает хук справа, чел падает с одного удара. Ребята рванули с места, словно марафонцы. К тому времени, как водила поднялся, их уже и след простыл. Он был, наверное, лет на 20 старше их, и его просто размазали. Представляю, как на следующий день ему пришлось идти на работу с большим фингалом. И врать о том, что произошло, абсолютно заслуженно. Один чел из нашего профсоюза подался на какую-то должность в исполнительном комитете и всем заливал, как легко ему будет победить, потому что другие два кандидата просто никто. В день выборов ему открыли глаза, поставив на место. Из 1300 человек он получил менее 10 голосов. После этого некоторое время он со многими не разговаривал. Никто не любит хвостунов. Какой-то чувак пришел поиграть в викторину в паб, где я работаю. Все время говорил о том, что он умнее всех этих чурбанов. Я живу в университетском городке. И что он получит приз за первое место? Чел был настроен решительно и сидел за барной стойкой прямо напротив меня. Я играл со своего телефона и назвал себя в викторине чурбан. Он даже в десятку лучших не попал, и был просто в ярости, что его обошли какой-то чурбан и кучка старых неудачников, которым больше нечем заняться. Дружочек, полезная инфа. Хочешь одеваться стильно и недорого? Тогда рекомендую тебе годный магазин кроссовок и одежды hustle.rf. Ребята продают реплику известных брендов, которая по качеству и материалам не отличается от оригинала. В наличии более 5000 кроссовок и одежды по адекватным ценам. Редкие эксклюзивные модели, которые ты сейчас нигде не купишь. Либо потратишь в три раза больше. У хаслов на сайте только реальные отзывы покупателей. И что очень важно, у них есть бесплатная доставка и оплата при получении. Если товар не подошел, просто возвращаешь обратно. Для наших подписчиков хаслы предоставили промокод UPVOTE, который дает скидку 30% на все товары. Уже тысячи людей закупились по нашему промокоду. Не переплачивай и трать деньги с умом. Ссылочка в описании. Продолжаем. Моя бывшая девушка работала хостес в топовом ресторане в Сиэтле. Она смотрела в записную книгу, когда к ее стойке подошли несколько человек, и какой-то парень сказал, мне нужен столик на восьмерых человек. Она не поднимая глаз ответила, скорее всего нужно будет подождать не менее полутора часов. Голос говорит, но я Дэвид Копперфильд, бывшая парирует. Тогда, наверное, ты можешь сделать так, чтобы появился свободный столик. Заканчивает тот, чем была занята. Поднимает взгляд, это и вправду Дэвид Копперфильд. Стол так и не появился. Когда я был ребенком, в нашу церковь начал ходить один парень. Он чрезвычайно гордился тем, что у него есть степень доктора философии в области коммуникации и настаивал, чтобы все называли его доктор. А он был уже достаточно взрослым, так что не похоже, что он только что получил докторскую степень. В общем, он относился ко всем остальным как к необразованным деревенщинам, ведь он доктор. Ну, тогда нейрохирург, анестезиолог, рентгенолог, заведующий рентгенологическим отделением в крупнейшей региональной больнице, три стоматолога, два ортодонта и еще несколько человек, о которых я понятия не имею, чем они занимаются, тоже стали называть друг друга доктор. Как ни странно, мистер коммуникант перестал настаивать на том, чтобы все называли его доктором. Я в детстве подшучивал над соседской девочкой на глазах у всех, затем попытался выполнить трюк на велосипеде и сломал себе запястье, пока все остальные на это смотрели. Боже, это было так много раз, я живу в округе Колумбия. Сколько раз я видела, как мужчины свысока относятся к маленьким седовласым женщинам, а потом узнают, насколько влиятельны эти дамы на самом деле. Просто восхитительно. Моя любимая история, когда мы были на барбекю с друзьями, которые занимаются парусным спортом, там были все, от парня, который счищает ракушки со дна лодок, до ветеранов морского флота и владельцев гоночных яхт. И по внешнему виду их никак не отличить. Эти яхтсмены одеты так, будто получили вещи от благотворительной миссии «Армия спасения» в 89-м году. И вот мы сидим, смотрим, как дети поливают друг друга из шланга и ждем бургеры, а новый муж сестры моей подруги юрист, и он очень хочет, чтобы об этом знали абсолютно все. Он расхаживает с важным видом по типу «Ну, как адвокат, скажу, о господи, он очень высокомерно ведет себя перед милой пожилой женщиной и девочкой-подростком», а затем направляется за очередной порцией пива. Опять заводит свою шарманку «Я юрист» перед одним парнем, а тот ему говорит «О, слушай, тогда я просто обязан познакомить тебя с одним человеком». Тащит этого придурка обратно к пожилой даме с девочкой и представляет им дурачка. И тут до него доходит, что он понтовался тем, что он юрист перед деканом крупной юридической школы и внучкой суди Скалия, членом Верховного суда. Я подумала, что этот придурок сейчас в штаны наложит. Я, кто лучший папа в мире? Дочка, мамуля, я, вот засранка. В начале 80-х в моем отделе работала одна надоедливая дамочка. Она была из тех, кто на любую тему разговора находит историю, как уже это видела, делала еще круче. Меня такое бесило, потому что складывалось впечатление, что большая часть ее утверждений – плод ее воображения. Но многие наши коллеги считали, что Линн такая крутая, ведь она знает столько знаменитых людей и побывала во всех экзотических местах. Что ж, для меня она переступила черту в 80-м году, когда мне посчастливилось раздобыть через перекупщика билеты в первый ряд на концерт Queen в Детройте. Я заплатила по 45 долларов за каждый, но оно того стоило. Это было в те далекие времена, когда людей в первом ряду прижимало к сцене так, что они опирались на нее локтями. И Фредди и Брайан пожали мою руку во время выступления. Ну и, естественно, раз я готова была потратить столько денег, чтобы их увидеть, то вполне логично, что я была огромной фанаткой и много знала о группе ее истории. В понедельник утром я иду на работу и с энтузиазмом рассказываю, как близко я видела Queen. А Линн вскользь замечает. О, я помню, как тусовалась с ними в те времена, когда они выступали в маленьких клубах. Мы познакомились в каком-то небольшом баре в центре Детройта, и потом я играла с ними в карты за кулисами. Я посмотрела ей прямо в глаза и ответила, впервые Queen выступили в Детройте в концертном зале Ford Auditorium в феврале 75-го года. Они никогда не выступали в клубах Детройта. Она лишь одарила меня ледяной улыбкой, похлопала по руке и ушла. После этого она никогда не общалась со мной без крайней необходимости. Армия США, базовая подготовка, 88-й год. У нас во взводе был сертифицированный стрелок, который был настолько увлечен оружием и стрельбой, что был уверен, что превзойдет всех нас и получит награду BRM. Основы стрельбы из винтовки – одна из нескольких наград, которые можно получить по окончании базовой подготовки. Он всегда пытался поправить тренеров и преподавателей на занятиях по стрельбе. Постоянно хвастался, каким отличным снайпером он станет, сколько у него оружия и так далее. Ему пришлось сдавать экзамен дважды, и во второй раз он еле прошел минимальный уровень. Я никогда раньше не стрелял из винтовки, ходил на занятия и тренировки по стрельбе, получил награду. Он не проронил ни слова до конца базовой подготовки. Когда я учился в университете, то работал в IT-поддержке на своем факультете. Один из моих коллег был из тех, кто считает себя умнее всех остальных. Как-то раз он заходит и не может включить свои мониторы. Прошло 10 минут, как я наблюдал за его попытками и решил совмешаться, чтобы помочь, но получил длинную тираду о том, что он всю жизнь работает с компьютерами и не нуждается в помощи. И если уж он не смог разобраться, то я и подавно. Я ответил, круто, конечно, я просто думал, что мониторы нужно подключать к сети, чтобы они работали, виноват. Все его лицо стало красным, и он выглядел так, словно хочет умереть, когда понял, что оба монитора не включены в розетку. Знал я одного парня, которому было просто необходимо быть на шаг впереди меня. Я болтал по телефону со своей девушкой, и случилось так, что он услышал наш разговор. Он подошел ко мне поближе и начал хвалиться с собой. Достаточно громко, чтобы девушка услышала. И говорит, что он мог бы ее у меня увезти, просто 10 минут поговорив с ней по телефону. Я предложил отдать ему трубку, и моя девушка устроила ему пятиминутный разнос. Пока он не вернул мне телефон и не ушел, я так ей гордился, ха-ха. Меня повысили в странном Макдональдс, вау, вместо другой девушки. Я узнала, что мою кандидатуру рассматривают только за день или два до голосования менеджеров. Мне сказали прийти на следующий день в новой форме, а когда та девушка зашла и увидела мою форму, то сразу же уволилась. Она обвинила меня в том, что я украла ее повышение. От заместителя директора я узнала, что они действительно рассматривали ее на эту должность и пытались подтолкнуть ее к освоению того, что ей пригодится знать делать. Но она никогда не проявляла инициативу, чтобы узнать больше, сделать больше. Я же активно пыталась научиться разному, в основном для того, чтобы уйти из обслуживания клиентов на кухню, в жопу людей. При этом я очень нравилась большинству рабочей команды и руководству, и кто-то случайно упомянул мое имя в разговоре. Я была знакома с одной девушкой, которая еще в старшей школе была в нашей компании друзей. Она начала очень жестко булить одну из девочек в нашей группе и не хотела этого признавать или как-то извиниться. Поэтому мы все порвали с ней отношения. Вскоре после этого она переехала. Хочу добавить, что никогда в жизни я не видела, чтобы кто-то так резко и сильно ощутил свою вседозволенность. Почти год спустя она связалась с девушкой, над которой издевалась, и сказала ей, что вернется и разрушит ее жизнь. Сказала, что собирается снова присоединиться к молодежной группе в нашей церкви и будет распускать о ней ужасные слухи, чтобы та больше никому не нравилась. А она смогла бы переманить всех ее друзей обратно на свою сторону. А еще добавила, что выставить все так, будто это она была жертвой издевательств. Мы поделились этими сообщениями с нашим пастором и ее сразу же внесли в черный список в той группе. Она больше никогда там не появлялась. Кроме того, она начала делать посты о нас в ТикТоке, на что мы накидали жалоб и в итоге временно запретили доступ к платформе. Она не могла найти работу в нашем городе, потому что везде, куда бы она ни обращалась, находился человек, знающий, чем она занимается, и говорил начальству ее не принимать. А теперь ее бабушка выгоняет ее из своего дома и отправляет обратно к себе. В первом году старших классов у нас была мода на армрестлинг, а в моей баскетбольной команде был очень самоуверенный парень по имени Пэт, наша звезда спорта. Он не был лучшим в команде по баскетболу, но занимался всеми видами спорта и для своего 18-летнего возраста был настоящим качком. Однажды в школе он вызвал одного немного умственно неполноценного парня на поединок по армрестлингу, чтобы выяснить, кому достанется какой-то конкретный инструмент в мастерской. Пацан был довольно крупным, но немного медлительным, поэтому его часто дразнили. В общем, они садятся, все смотрят, поединок начинается. Проходит 15 секунд, а Пэт не может пошевелить руку того парня, чел просто сидел и улыбался, глядя на Пэта, и наблюдал, как его самодовольство и уверенность сходят на нет. Затем он легко прижал его руку к столу, но все равно отдал Пэту тот инструмент и ушел, как обычно, напивая себе под нос. Настоящий босс. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напишите, случалось ли на ваших глазах такое, чтобы чье-то большое эго разгромили в пух и прах. И не забудьте посмотреть наши другие видосы. Обнял. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова